Всем привет! Добро пожаловать в мой мир, мир домашнего кондитера. В этом видео я покажу вам, как сделать вот такие красивые конфетки, а также покажу, как их красиво упаковать к 14 февраля. Начинаем! И нам с вами понадобится, конечно же, это шоколад у меня молочный, колебо 33,6 и какао-масло микрио. Все пропорции я укажу в описании. Сразу хочу сказать, что когда мы темперируем шоколад какао-маслом микрио, мы берем от массы шоколада 1%. Например, если здесь у меня будет 200 грамм шоколада, здесь у меня 2 грамма какао-масла. Если 100 грамм шоколада, то здесь 1 грамм какао-масла. В общем, от массы шоколада 1%. И теперь мы растапливаем шоколад импульсами в микроволновой печи по 10-15 секунд. После каждого импульса тщательно перемешиваем и так делаем до полного растворения, чтобы весь шоколад у нас был растоплен и температура шоколада была 40-45 градусов. Итак, шоколад я растопила. Температура у меня 42 градуса, почти 43 градуса. И теперь нам нужно его остудить. Постоянно вот так вот помешиваем, переливаем до температуры 33-34 градуса. Измеряю температуру я вот таким пирометром бесконтактным. Если такого нет у вас, то в принципе можно обычным, который щуп. Им не очень удобно, но когда у меня пирометра не было, я работала обычным градусником пищевым. И тоже все у меня получалось. Итак, остужаем 33-34 градуса. Ну что ж, шоколад мой остыл. Всыпаю все какао-масло Микрио и перемешиваю до полного растворения. Рабочая температура молочного шоколада 29-30 градусов. Остужаем примерно до 30 градусов, переливаем в кондитерский мешок и заливаем. И вот такую форму я буду заливать. Здесь у меня 24 ячейки. Здесь идет такой квадратик и на нем объемное такое выпуклое сердечко. Квадратики достаточно маленькие, буквально сантиметра 2,5-3. Небольшие. И я когда делала пробный вариант, я взвесила вес одной такой конфетки, составляет примерно 10 грамм. То есть достаточно маленький, на один укус. Очень удобно. Ну что ж, у моего шоколада рабочая температура 30 градусов. Теперь я буду заливать. Не забывайте хорошо отстучать вашу форму о твердую поверхность. В моем случае это деревянная доска. И также можете украсить. Я буду украшать цельным фундуком, дробленым фундуком и сублимированной клубникой. И когда украшаете чем-то мелким, например, кусочками клубники, либо дробленым фундуком, обязательно или простучите формой, или немножко пальчиком утопите, чтобы все у вас схватилось. И теперь оставляем нашу форму в покое, ну минут на 40 точно. Можно, чтобы час она полежала. Обязательно температура в вашем помещении должна быть такой прохладной, от 17 до 22 градусов. Я просто открываю окна, и у меня на кухне очень подходящая температура. В холодильник убирать нежелательно. То есть нужно, чтобы просто было прохладное помещение. Ну что ж, мои конфетки лежали больше часа, часа полтора, почти два, пока я делала другие дела. И посмотрите, я их переворачиваю, и насколько легко они извлекаются. Вот они просто выпадают вот так по одной. Если вдруг возникают сложности, немного надавливаете пальчиком, и вот наши конфетки красивые, все уже лежат на досточке. И сейчас остальные извлеку и покажу, как я их хочу упаковать. И сейчас я взяла красный кандурин, сухую мягкую кисть, и немного вот так припыляю кандурином. Будет такой легкий оттенок розовый, красивый, и будет очень романтично и в тему праздника. И нам осталось упаковать наши маленькие конфетки. Я купила вот такие формочки с поцелуйчиками. Точнее, не формочки, а такие маленькие капсулы для конфеток. Сейчас упакую и положу в коробку. Ну вот, все конфетки в ячейках. Мне очень нравятся. И вот такой набор у нас получился. Прозрачная крышка и ленточка. Посмотрите, как получается красиво. Я думаю, что каждый будет рад получить такой подарок не только на 14 февраля, но и в обычный день. Казалось бы, это просто такие мини-шоколадки, но за счет того, что мы разбавили вкус орехами и клубникой, получилось такой ассорти. А я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Большое спасибо за то, что провели со мной эти минуты. Пока!